МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И что нужно сделать, чтобы такие ситуации никогда не повторялись? Что вы знаете и помните о этих событиях? Страшные вещи происходили. Погибло много детей, тем более. Жалко, конечно, но ничего не изменить, наверное. На будущее надо как-то превращать, что-то думать. Я знаю, что это было ужасно. И то, что погибло много человек. Я знаю, что это был теракт в школе. То, что это были террористы, которые еще и до этого делали какие-то террористические акты. До сих пор люди помнят, люди очень молятся за тех, кто погибли. И как раз приводили в этой статье... На днях буквально читала, что женщина с тремя детьми пришла провожать ребенка в школу старшего. И двое маленьких на руках у нее было. Она и двое детей погибло. А третью девочку вынес на руках местный житель, и он взял ее себе на воспитание. Со времен теракта в Беслане прошло 17 лет. И за это время в России произошло еще не одно нападение на учебные заведения. Один из жестоких случаев произошел в мае этого года в Казанской гимназии номер 175, когда бывший ученик вернулся в школу, чтобы устроить расправу над людьми. В результате взрыва и стрельбы погибли 9 человек. Еще более 30 пострадали. Это связано с людскими судьбами, с человеческими жертвами. Как вот родителям все это перенести? Это нужно какими быть жестокими, чтобы убивать детей. Терроризм это не то, что нужно в мире. Тема терроризма до сих пор актуальна. Она как бы не угасает до сих пор. И чтобы... Ну, и, во-первых, как бы боль тех людей, ну, то есть, которые... Ну, которые... И дети, которые выжили, они до сих пор это помнят. Для них, наверное, это важно, чтобы этот день вспоминали, чтобы, ну, возможно, показать какой-то пример, что не стоит так поступать. Вот. И чтобы терроризм исчез с лица земли, скажем так. Особенно по отношению к детям. Граждане считают, что о таких событиях важно помнить в первую очередь для того, чтобы обезопасить детей. И чтобы такие события никогда не повторялись.